Почем эта дрянь? Всем большой привет, вы на канале Светлана Фрагмана. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео о моих находках. Не будем долго тянуть и поехали. Эти находки были сделаны в Италии, здесь во Франции. И, наверное, я начну вот с такой красоты. У меня в коллекции много зажимов для платков. Зажим или кольцо, так его называют. Забытый аксессуар. К сожалению, забытый, потому что он является очень красивым женским акцентом. Напоминает грацию, элегантность женщин, которые носили шелковые платки. И вот этот, вот такая чудесная кремовая роза на черном фоне, это один из самых моих любимых в моей коллекции. Он был найден мною недавно на Блошином рынке, и я просто в восторге от него. Он так красиво сделан. Посмотрите, какое у него красивое оформление в идеальном состоянии. Сейчас я вам покажу обратную сторону, изнанку. На изнанке он выглядит именно вот так. Здесь стоят цифры. И я читала, что эти аксессуары, их можно носить как зажимы, кольца для платка, а также можно носить как кулон. Просто вот так. Ну, в моей коллекции есть зажимы для платков, которые можно носить как броши. И всем, кто не знает, я напоминаю, что у меня есть бутик в инстаграме, страничка Винтаж Бай Светлана, и там вы можете найти все эти аксессуары, которые выставлены на продажу. Вот это винтажное кольцо для платка. Не помню, показывала вам я его или нет. Также мне очень-очень по душе пожившая вещь, старинная, винтажная. У нее такой красивый камень. Вот камера, к сожалению, не передает. Хотя включила свет, но все равно не видно. У него сиреневый отлив. И посмотрите, вот именно этот можно носить как брошь, как кулон и также как зажим для платка. То есть в различных вариациях просто шикарная вещь. Этот зажим, найденный на Блашином рынке. Очень понравилось оформление. Вот такой яркий, достаточно крупный цветок. И внутри такая эмаль, которая как будто развели... Художник развел краски, палитру и смешал их. Смотрится очень красиво. Вот такое оформление. И сзади кольцо. Тоже достаточно крупный вариант. Кто любит... Я думаю, что когда-нибудь они вернутся в моду. Эти винтажные кольца-зажимы. И это будет правильно. Милая брошь-бантик со стразами. Тоже смотрится очень красиво, элегантно. И тот, кто не любит броские вещи, большие аксессуары, то это для них вот такой маленький, маленький, красивый бантик. Сзади классическая застежка. В Италии были найдены вот такие серьги. Здесь жемчужина и стразы. И вот такой красивый зеленый камень. Это серебро. У них интересная застежка. Они совсем-совсем новые. И сейчас вот именно сочетание камней и жемчужины... Жемчужины с жены. Жемчужин в моде. Смотрите. Смотрится очень оригинально и красиво. По-моему, шикарная вещь. Очень элегантная. Вот такая милая штучка Ив Сен-Лоран. По-французски это пинс. То есть, как бы... Напишите, как называется это по-русски. Такой значок. Так я его назову. Наверное, есть какое-то название. Я называю пинс по-французски. Очень милая вещичка. Принадлежала одной из француженок. Раньше они любили носить такие небольшие, неброские логотипы марок на лацкане пиджака. Я думаю, что и сейчас кому-то это придется по душе. В общем, вот такая вещь в хорошем состоянии. Тоже была моя находка. Кто смотрел мои влоги из Кан, то знает, что я нашла это кольцо от Dior. Проба 750. И это кольцо называется Гурмет. Достаточно дорогое кольцо. В размере 53. С обратной стороны вы можете увидеть размер. 53. Кверх ногами. Я решила его выставить на продажу, потому что мне оно чуть-чуть большевато. И я боюсь его потерять. Так что оно тоже появится в моем магазине. Милый маленький кулончик. Яблоко. Я назвала его яблоко от Нинаричи. Знаете, духи Нинаричи. Возможно, это и был подарок к аромату от Нинаричи. Возможно, нет. Но мне понравился этот кулон. Я думаю, что эта нежность может понравиться кому-то другому. И у него такой красивый перламутр с серой. И посмотрите, как он играет красиво. Вот так. Это обратная сторона. К сожалению, нет ни гравировки, ничего не написано. Но все же, милая вещица. Пусть будет в коллекции и в моем магазине. Клипсы. Но, к сожалению, клипсы тоже остались в далеком прошлом. Хотя сейчас в масс-маркете появляются уже модели клипс. Не каждый может их носить. Но все же покажу мои находки. Вот такие шикарные клипсы. Я их назвала клипсы... Оп! Ну вот, чуть не упала. Клипсы а-ля Шанель. Они напоминают мне модель Шанель. Такой большой у них перламутр. Посмотрите. И очень красивое оформление. Понравились мне. Они уже нашли свою новую хозяйку. Но я решила все равно вам их показать. Думаю, что разбавят любой аутфит. И просто вот такой акцент. Белая рупашка. Я всегда говорю голубые джинсы. И просто акцент. Вот такие клипсы. Все. Больше ничего не нужно. И вот эти резные малышки. Мне тоже пришлись по душе. Они смотрятся очень воздушно. Очень нежно. Не перегружают образ. А добавляют свой шарм. Шик. Вот так они смотрятся. Очень-очень легкие. Это еще один пинс по-французски. А вот такой кто это? Зверь. Наверное, пантера со стразами. Напоминает мне одну известную марку. Не буду произносить какую. Ну, вот такая милейшая вещичка. Совсем-совсем маленькая. И последнее, что я вам... И последнее, что я вам хотела показать. Это кольцо от марки Джост Кавали. Вот такое оригинальное кольцо. Стиль анималье. Видно или нет? Не знаю. Вот так нужно его перевернуть, наверное. Здесь название марки. Это небольшой, совсем маленький размер. Где-то, наверное... Не знаю, как по-русски. Но если кого-то будет интересовать, то напишите. Мы обсудим. И самые мои любимые вещи еще раз вам покажу. Это вот это замечательное, шикарное кольцо для платка. Зажим. Вот это тоже очень-очень я люблю. Вот такая милая вещичка. Оп. Для любителей люкса. Ну, и, наверное, вот эти клипсы. Которые уже не мои. В общем, вот такое небольшое видео-видео-обзор был сделан на мои покупки. Скоро вам, наверное, покажу то, что купила себе. Здесь вот нитки жемчуга и так далее. Если вам хочется покупки из Италии, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Подписывайтесь на канал. Кнопка внизу. И до новой встречи. Ваша Светлана Франция. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok